В настоящее время в Украине привлекутся 1765 науков по округу Даль. Из них 63 категории А и 93 категории Б. И эти цифры в принципе отличаются от того, что предлагается официальным источником науков по округу Даль. Почему? Дело в том, что разные серии периодики являются часто, по сути, разными изданиями, так как часто имеют различные имена, виды названий присутствуют, названия серии, различную тематическую направленность, различные годы СССР. В ходе регистрационные данные часто остаются едиными. Это естественный процесс деления на более мелкие журналы в целях освещения конкретных научных направлений. Из-за такого большого количества изданий возникают вопросы. Нам не выделяться в украинской научной школе. Такие издания интересны конкретно по моей специальности. Как бы пройдет подходящий журнал для публикации? Вопросов много. Например, у нас на базе только не появилось. Причем эти вопросы возникают у разных категорий пользователей. И у авторов, которые хотят опубликоваться. И у читателей, которые хотят максимально вводить самые интересные публикации по своей специальности. И у учредителей издания, которые нужны анализ и вложений по тематической научной продукции. И у экспертов, которые должны оценивать по научному переводе. Отдельные они держатся интересным разным категориям, хотя используются для решения разных задач. Например, прежде чем предложить ученому стать членом метровегии, неплохо узнать изданию метровегии в скольких журналах он уже присутствует. Эксперт же этого столь может проверить на соответствие определенным моментом фактовности перевода. И сам ученый, прежде чем согласиться, может проверить, в каких изданиях его включили в состав метровегии, даже может быть без его согласия. Что же предлагает нам интернет? Прежде всего, это официальный параллель в нового образа дизайна. Этот документ, содержащий перечень параметра, не может дать на все вопросы ответы. Поэтому я не буду говорить, какие данные можно получить, это видно на слайде, и это немало. Положительная сторона перечня – это полнота и актуальность информации, удобный доступ, возможность загрузки файлов. К сожалению, этот южный ресурс не очень удобен в использовании, так как не дает возможности полноценного поиска и фильтрации результатов. Также хочется вборя полных данных о виздании, возможности сравнивания и других характеристик. Проект Open Science in Ukraine предлагает обновляемый перечень фактов в издании в Украине категории IPR. На сайте представлена структурированная таблица, в которой реализованы сортировка по областям наук, название СССР и наличие идентификатора D.O.I. и категории. Указывается индексация издания следующих базовых данных. Open Science с уточнением базы коллекции Scopus. Это готовый сервис, но в этом ресурсе не представлены издания категории IPR. Нет возможности полноценного поиска, поиска и сравнения по другим характеристикам изданий. Поэтому упомянутая временная категория IPR по наказу 32 скорость должна прекратить существование. Но пока это тоже паковые издания. И далеко не все тематики представлены категориями IPR. Например, архитектура не представлена в категориях IPR. Социальные социальные коммуникации, политические науки и некоторые другие. Следующий сайт – сайт Наука.Информ. Проект «Науку.УМУ». На сайте Наука.Информ предложен список научных переводителей, в котором присутствует фильтрация по названию, области науки и кодам оснований изданий. При выборе определенного журнала из списка пользователей удостоверят проскотру данные о проблематике, архив номеров, которые расположены на НБУ и другие данные. Но так как и на ресурсе НБУ фактовость или не фактовость изданий не указывается. Проект «Науково-переводика Украины» – это технологическая платформа на основе базы Open Journal System – обеспечивает для науковых периодических изданий процессы публикации и поддержки. Фильтрация реализована по областям наук, и ресурс не охватывает все фактовые издания. Ну, в принципе, они и не для этого создавались, но тем не менее какую-то информацию можно получить и оттуда. Следующий. Сайт научной библиотеки Черниговского национального технологического университета предлагает структурированные таблицы по каждой области науки с такими данными, как название издания, ссылка на сайт издания, учредители АССН-категория и даты включения в ПРМ. Также индексирующие издания «Науково-переводика». Еще недавно существовал веб-ресурс «Науково-переводика» – очень удобный, очень серьезный ресурс, ориентированный для ученых, чтобы помочь определиться с изданиями, в которых нужно и можно публиковаться, с выбором изданий. К сожалению, он стал недоступен. Программные документы нас накоплены сейчас. На базе УКРНТИ в нашем институте созданная и продолжает развиваться справочная информационная система реестра «Науково-переводика» и «Науково-переводика», где можно посмотреть подобные полные данные об ожидании с ссылками на их сайт. Мы предлагаем инструмент, который для ученого сделает выбор проще, удобнее. Он сразу видит журналы из различных категорий, может добавлять в дополнительные критерии отбора, анализировать состав леткомедии, периодичность и фактические заявления, и другие характеристики, что позволит уберечься от мошенников и более точно выбирать, где публиковаться, что читать. То есть виден рынок, видна общая картина. Кроме того, это ресурс и для издателей, и для экспертов научной переводики. Сведения на сервисе представлены в удобном формате, и на этом сервисе накапливается актуальная и полная информация о научных периодических изданиях в Украине. Очень удобен доступ к предрелизной версии сервисов для широкого круга пользователей, как на Украине, так и за рубежом. Ссылка на реестр расположена на сайте МОН, рядом с преликами фактовых изданий. На слайде мы видим скриншот этой странички МОН. Источниками нашего контента являются как преликами МОН, так и собственные сайты научных изданий. Печатная научная периодика, державный реестр в другом их засобе и другие источники. Программные документы, которые легли в основе сервиса, я их не буду зачитывать, просто краткая характеристика. Первый документ, рекламентирующий при каких условиях издания, может стать факовым. Второй, в котором дан классификатор разделов науки и специальности, далее буду его называть либо классификатор 1, либо старый классификатор. Он используется для всех категорий фактов изданий. Следующий документ, в котором дан классификатор специальности, новый классификатор, или классификатор 2, он используется пока только для категорий А и В. И последний документ, в котором даны таблицы в соответствии с классификатором. Здесь показана модель реестра, которая визуально поделена на две части. Верхняя правая часть описывает данные, левая часть описывает данные об изданиях, а правая часть и нижний сектор – это описание ученых, занятых при коллегиях, и данные об учредителях, изданиях и издательствах. Два выверенных блока планируется сделать общими с создаваемым репозитарием ГРАД. И пока находятся возработки. Что же представляет собой, по сомнению? На слайде представлен скриншот, страничный поиск и инструменты фильтрации. В слева и верхней части располагаются инструменты, центральное поле для отображения результатов поиска. При отсутствии критериев поиска здесь просто дан перечень всех изданий. Результат поиска представляется в перечень отобранной периодики с одним названием, как правило, первым, с которым она была зарегистрирована конфаговая. Все идентификаторы АССМ, которые соответствуют этому изданию, разделы наук не по первому классификатору, специальности по новому классификатору и категории. Причем в этом поле название специальностей наук является ссылкой на новый результат поиска всех изданий по выбранной специальности или наук. Самое название журнала является ссылкой на его профиль. Спасибо. Подробнее рассмотрим поисковые поля. Здесь они выделены красные. В поле для более ключевого слова есть название. Далее не важно на каком языке, если на этом названии, если на этом языке есть зарегистрированное название. И поле для ввода ключевого слова из названия учредителя. В данном случае Бела Шевч получила список учредителей, название которых есть Шевченко. И получила, соответственно, Ильфея Челбахова издание. Это другой пример, где специально набрала в основном, у которого немного изданий. Чтобы это поместилось на одной страничке. Белозаковский национальный аграрный университет. У него пять изданий, причем здесь даны даты, когда оно было зарегистрировано или перерегистрировано как паховое. И восклицательным знаком отметила, что либо кончилась паховость, либо совсем пограничные данные. То есть нужно это внимательно учитывать, прежде чем давать для публикации туда свои статьи. Иначе может оказаться, что пока статья рассматривается ли в коллегии, журнал не стоит. Дальше. Фильтры по специальностям классификаторов. На этом слайде остановимся на инструментах фильтрации. Слева располагаются фильтры по категориям, где можно выбирать сразу два. Две категории. В виде журнала и взвода по разделу науки. То есть это классификатор старый, по специальности классификатор новый. На этих фильтрах я остановлюсь подробнее на следующем слайде. Фильтр новой. Как работает? Здесь приведем пример, где в качестве новой из выпадающего списка задана крыма-тотальская. И, соответственно, получила одно издание, которое принимает статьи на этом языке и печатает, соответственно, в своем издании. И также тип издания. Фильтр по типу издания говорит нам о том, на каком носителе публикуется периодика. Это в данном случае может быть другованное, только другованное, или только онлайн, или на сети. На сети, кстати, у нас есть два журнала. Так. Здесь я более подробно рассмотрела фильтры по классификаторам, по старому и новому. По новому классификатору выпадающих список из специальностей, где можно выбрать несколько сразу, какие устраивают, какие нужны. И в то же время и старый классификатор, который очень важен, потому что он работает пока для всех журналов. В отличие от того, что новый только предлагает выбор из категории АИ. То же самое можно задавать, и получать этот результат. Так. Есть окно расширенного поиска. При выборе его можно дополнительно ограничивать по результату поиска. По заданию много параметров. Ну, я их не буду зачитывать, но их хорошо, наверное, нет. Кстати, мы, это еще не конечный вариант, потому что мы дополняем новыми параметрами для того, чтобы полностью реализовать проверку журнала для экспертов ООН. То есть проверку формальных параметров. Здесь показан профиль журнала, как в качестве примера взяла украинский математический журнал. Почему? Потому что он выпускается на разных языках. Поэтому, чтобы показать, что мы перечисляем все семейство РССР, относящиеся к контенту этого журнала, все языки, чтобы было видно. Это, конечно, вся полная информация по этому журналу. Ниже, вот в левом, правом углу, в нижнем, это как раз, значит, ссылка из поисковой странички на профиль издания. В профиле издания указаны все данные, которые были внесены. То есть, если что-то не внесено, то понятно, что оно здесь не отражается. То есть, мы не нашли на сайте. Или еще какие-то проблемы. В нашем рейсле организован свободный доступ для всех лиц, которые нуждаются в каких-то поисковых вещах. Вот. И авторизованный доступ. Это еще не реализовано, но в режиме реализации авторизованный доступ будет для редактирования данных и для экспертов. Так. Редактирование профиля будет по вкладкам, вот по, в общем, сгруппированным параметрам, чтобы было удобно. То есть, это и общая ведомость, и тематика, где задаются науки по первому и по второму классификатору. Базы данных, в которых индексируются издания, причем базы данных должны обязательно подтверждаться. Базы данных подтверждаться ссылками на личные кабинеты, особенно это касается открытых баз. Вот. И закрытых тоже должны быть ссылки. Либо, если никаких личных кабинетов нету, то приветствуются ссылки на поиск, на результат поиска статей этого журнала в определенной базе. Так. Вкладка редколлегия. С этим пока трудно. Мы очень торопимся с внешним редактированием, потому что выносить в каждый журнал из такого количества полностью редколлегию просто нас мало очень. Мы просто вот торопимся с внешним редактированием, чтобы, в конце концов, редакция сама вносила данные о членах редколлегии. И, соответственно, члены редколлегии являются перссылками и данные о каждом ученом. Но для чего же? Для чего же создается наш реестр? Ну, прежде всего, была глобальная задача. Это все-таки для экспертов МОН. Вот. Но свободно решается и задача, что создается и для пользователей, и для заставников, как я уже говорила, для учеников журнала. А самое главное для экспертов МОН, потому что, чтобы был прозрачный процесс оценки журнала, чтобы они, ну, чтобы могли из основных их держать кругу на пульсе, как проходит оценивание. И можно всегда посмотреть результаты в течение недели, в течение 24-х, то есть полностью прозрачный процесс. Если мы приложим со всех сторон усилия и разработчики, и эксперты, и авторичи, и читатели, и основатели, и издания, и выдохцы, то тогда у нас получится замечательный, мы надеемся, получится очень замечательный сервис, который не долго не будет для всех категорий пользователей. Значит, мы не сами у себя, у нас, конечно, есть обратная связь. Вот здесь указано, что обратная связь есть в Facebook, опять же, на нашем сайте есть контакты, да, в сервисе есть контакты, если где-то увидеть ошибки, где-то что-то не так работает, потому что это предрелизная связь. Сообщайте нам, мы будем исправлять, мы в режиме тестирования, мы набрали полностью по каждому изданию объем информации, и поэтому тестирование происходит все время. Следующий. У меня все, я постаралась немножко выложиться. Я бы вам...